всем привет вы находитесь на канале нота гробовщика и с вами как всегда ли он и и ромка параноид и мы продолжаем проходить игру red dead redemption наконец-то пока у нас нету интернета мы решили пройти и все-таки добраться да и может быть даже мы и сегодня все осилим нам сказали что мы пропустили миссию мексиканский цезарь и мы ее теперь пройдем давай старшим да мы ее пропустили когда просрали когда записывали серии ну что ж точнее у нас выключился звук да по моему по моему мы видео не записывали да точно ну в общем сейчас мы все запишем с вами ребят непереводимый мексиканский фольклор что-то ведет их куда-то противный что здесь происходит капитан десанта просто небольшой набор набранцев в этом нет ничего из-за чего тебе стоило беспокоиться ребят вы используете женщин солдат наши таможни это не ваше дело видимо нет и десанта педик ты нашел мне этих девочек мама дорогая где же ты был всю мою жизнь идем девочки как же мне это нравится а эти два патриота очень стремились с вами познакомиться полковник фантастика я люблю патриотов эй сеньор марстон приехал воевать но по крайней мере патроны у тебя есть надеюсь так они еще сказали что-нибудь ах да слышал они были с рейсом хотел с тобой поговорить десанта хабли элькон скажи ему чего я хотел его превосходитель суэль полковник хотел нанятия для сопровождения поезда мятежные земли работа опасная но слава обеспечена еще один патриот знаю что ты заслужил служил мексике в борьбе против сил которые бы уничтожили нашу страну сколько ты предлагаешь 20 песо информация приблизительно в месте нахождения хавьера и скойлы ну тогда давай мексика любит вас мистер мастор она забавно это демонстрирует смотри опять педики да ему противно стало блевать не я тоже плевал если педиков увидел ой блин а прикинь педик был бы твой брат жизнь я бы плевал каждый день не просыхая поехали пропустим мы пропустили все я бы закрывал комнату каждую ночь желательно его и чтобы он не выбрался хорошо что у меня нет брата но это тебе не повезло у меня брат нормально так что я к сожалению точнее к счастью к сожалению не закрывал ему дверь да да вот там бандиты едут так давай прострелим мозги ну а я тут играл в пенубру записал три серии там тоже мозги всяким собакам про это пробивал киркой но это было мило и здорово по моему чё-то не так они валятся на какие возьмем рай для другой ружья возьмем а вон смотри поезд нам же к поезду да надо тепли камера уродская верните обратный вид нам чупоросу надо да но хоть поезд видим тебе пока все равно это близко я знаю чё чё едем и и поезду чё не понятно что наркоман за 10 башкой как голубь кивает он это слушает на их песня то было там яйца ребята рассыпали там грн забыл вот поиски и были как подбой слим да то есть это у них было они все ставили и люди начинали двигаться так бешено что-то я не помню да но он еще кассету приносил на базар ставил а да 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 помню и вот тоже сняла пасила так ну чё мы разбил карабах отбас лимбов ну да нет чё-то я не помню на самом деле по моему подбой слим там такой раритет мне тогда лет лет десять наверно было когда этот клип увидел по делику сейчас уже не вспомню убивает уже выходи куда-то он засел спрятаться на корточке еще в кочке кто лошадь ведет вот этот усатый толстяк говорит этот поезд нет это звезда мы его почти догнали а нам его что нужно хорошее топливо у лошадей а нам поезд сопроводить надо я так полагаю ну ладно ребят мы же проходили вот еще мы перепроходим да я уже не помню я просто думал что мы выполнили одну миссию на поезде и думал что это финальная ну та которую мы не прошли а тут оказывается что это совсем другая уже миссия тут очень много миссии на поезде заметил он говорит скажи зачем он зачем ты здесь что он обещал тебе говорит 20000 песо мне кажется нас обманут но нельзя доверять тем кто использует солдат женщины ну говорит ты чё ему поверил да ты дурак да ну может быть нам повезет я не помню что было в конце этой миссии правда и мы чё куда приехали к дамы и в эту как нажима роса чупороса как чупакабра не слышал слышал что-то вроде крысы не я когда кастливанию проходил там была чупакабра да какая забавное существо маленькая бабушка не у нас что-то там ходил слух что она она на крысу похожа такая маленькая бабушка бабушка крыса по колено примерно так приехали не ну это вообще в америке слух такой был что и потом у нас она кроликов жрала и убивала ну в общем ну это как тот же слендермен тоже пошел до америки в японии была какая-то женщина которая детей похищала да у нее там рот был разрезан от ухо до ухо мило мило да это как джокер джокер слизом у нее уже нет в комиксах шрама джокер то раньше появился я не помню на самом деле я вот просто помню комиксы джокер было не я комиксы не читал но прошлых фильмах у нее по моему шрама да не было но это вот уже недавно придумали да и неважно чтобы как-то его грим так скрасить так мы сели опять за мясорубку чем у него же мы будем мясорубить или синеньким помечается педики у пухущие люди в говно синенькие да ну ка чёрт он стоит прямо благодаря тому что поезд виляет крест на него уже поставили да его шатает а поезд тоже шатает и они как-то компенсируют друг друга ребят вообще смотри еще один дыня дыня он на этого поле чудес который видит данных их уволить выручка ими сектор приз на барабане похоже они кстати все на одно лицо тут то есть упоречка по моему два таких и кубу че то едут вон они давай смоляю это весе по моему долгое было как я помню приличная кстати ребят раны не самонаводящийся но я плохо куда ты пошел а у тебя кстати борту бутбук бутбур лэнси тоже наводящийся чуть-чуть чуть-чуть там а какой то неудобное автоприцеливание но я его отключил и в какую серию подряд я не знаю мне все равно может это суицидники наверное решили полу поезд мы умрем и по не дай им кинуться под колеса убирая так как хотя с учетом того что вы не стреляет по нам но мы им не даем ну че конь то тебе сделал под поезд прыгнуть хорошо я вас символ спасай коней да кони тоже блин как неудобно кони тоже люди давай стреляй уже кони они как верблюды только кони у нас еще ремонт делают соседи предстоит шкрябают что то там это месть за интернет который мы используем по правильному назначению да мы он че то замолчал прислушался видимо мы используем его когда записываем бордерлендс да он скрябает уже второй день я думаю может он кого то там приковал а это у нас просто интернет то у него тот же самый интернета нет и у него нету да он решил подкрепать а я то думаю че так я вчера записывал пенумбру он тоже скрябал как неудобно давай стреляй уже по всем смотри я по нему стреляю он даже не попадает нео уворачивается прямо на лошади вот тут где то тело вот оно свалилось еще тело да их очень много такое ощущение что блин давай они пока едут плодятся и прям с лошади прыгает на другую лошадь плодится и обратно и там рождается пока скачут они да сразу с конем с маленькой пони а потом она вырастает только прибегает тут же вырастает да они где то за горой там размножаются где то вон опять из горы вот спускаются уже выросшие ну ка стой где то справа да их полно тут помеха справа ну ка куда вы куда бежите они не залезли что ли а или это ты тех алкашей наших расстреливаешь как тараканов расплодилось вон вон еще голова кстати смотрел недавно люди в черном третий там а кстати я ее скачал но еще так и не посмотрел точнее 40 минут там такие мерзкие эти монстры придумали же ну че конь то че сделал вон башка или это троянский конь из него такой мексиканец так разрывая кстати вообще фильм стоит посмотреть нет плоти кости ну я пока только 40 минут начал в целом в целом а то я думаю посмотреть когда заняться будет нечего о ну отличная идея только когда это будет потому что сейчас я что то на меня нашло пока нет интернета я начал кинглхо по малур проходить меня втянуло и все и все да и assassin's creed прозорхут кстати а третья часть когда выйдет в октябре по моему в конце где то спереди где то спереди жук спрятался не на самом деле фильм может быть стоит посмотреть если может быть если досмотреть да можно сказать блин он вагон врезался и не скатился нифига не разбился ну пока я 40 минут посмотрел интересно понятно конечно уже все постарели актеры попасть не могу Вилл Смит кстати уже давно нигде не снимается почему вот в виде черном 3 ну все а какой еще фильмский был я робот я робот потом 7 жизней нет не все еще этот был так в погоне за мечтой но это старый да а да старая этот только что помнил и забыл люди в черном 2 нет люди в черном 2 вообще 2002 года а первая часть 97 вроде а чумей 97 год это почти 16 лет назад они на горе засели так быстро летит время да я ничего не вижу убери голову они еще динамитом кидаются поджигают нас не знаю с ним так то немного фильма было он не очень востребованный актер это потому что он черный кстати вот эта тема а этот где он это учил флирту а метод хитча да это и тот тоже старый ему лет 5 наверное этому фильму да 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 он короче в последней части а еще хэнкок был года 2-3 назад ну значит так периодично снимается раз в год снимается нормально денег срубил и пошел дальше спать как медведь короче в третьей части он там перемещается во времени и перемещается в года ну я не знаю 80-е не 80-е 20 лет назад короче там вот эта тема что черный он и что к нему такое отношение вообще он на машину угнал его менты останавливают откуда у тебя такая машина ну типа черный ты же раб да да он такой шикнул этим ну лампочкой и говорит вы думаете что если я черный то не могу заработать на эту машину и украл и нет ну эту машину я украл но ну и в общем такая тема тоже очень развита вообще везде там ну по крайней мере надо будет посмотреть я вот досмотрю еще так мы приехали да ну ну давай нет не заставляйте меня вылазить с Готлингана сволочи марстон короче спасибо тебе за экскорт за сопровождение да за успешное он говорит что никто из этих парней не стал бы жертвовать своими жизнями да говорит всю свою жизнь я мечтал славной смерти только ты придурок американский говорит я не думал что эти социалистические свиньи что говорит не думал что выживут не должны победить да и эти социалистические свиньи не должны победить ты прав так все прошли миссию а я так наугад сказал ну как ты же читал ну английский да читал вон текст ну в принципе игра на английском как-то я не знаю о-о-о скачет 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 кто убегай не знаю человек какой-то нас кто-то просил купить лошадь а это что вас не устраивает не кто-то просто усилие написал в комментариях что мы должны купить 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 лошадь какую а я вот не знаю у нас денег нету а может есть так давай мы еще одну миссию успеем у нас 591 доллар да мы только говно лошадь сможем купить ребят так что давайте хромой кусок говна посмотрим что у нас у нас только луиза есть луиза да давай к луизе луиза фортуна она кстати же это по-моему по моему сбежала куда-то там нет она это она повстанец и сестру ее везли а мы сестру везли я то думал мы ее везли сдавать нет на лодочку сестра еще там право руля а да она еще давай налево я знаю тут тропу сама луиза говорит я предпочту там доблестную смерть и прочее о нас ждут она вон сгорела уже дом сгорела да выпендривалась так подожди нажми на паузу сейчас ребят быстренько мы посмотрим перевод точнее открой мы у нас подготовили там по-моему сеньор должен умереть или что такое ну мастер савюр дай а савюр 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 выживание что ли ну короче что-то вроде должен умереть и долго очень открывается перевод да что ж такое-то короче интернет сраный у нас ребят очень сраный интернет с телефона он сидит да пытаюсь открыть перевод и как-то так подождите что-то тут подгрузочка ну короче давай запускай ты перевод да да скажешь давай а миссии название нет миссии сами переводите давай запускай человек не знает как савюр переводится а не сурвайв перевод а савюр савюр не знаю потом посмотрим давай запускай я что-то забыл если честно ладно мистер марштон мистер марштон хотя это можно было без перевода что случилось луиза я плачу не за себя а за свою страну аврам рейс был схвачен как он приезжал встретить меня урока модера там очень романтично это была прекрасная ночь но патрулю удалось заманить его в засаду мое сердце разбито а я переживаю за мексику смешно где его так где его держит эл пресидио вы знаете в душе мы уже женаты но его семья не одобряет а как иначе я ведь недалеко ушла от крестьянской девки но вот то что делает аврам рейс тем кто он есть человеком его не волнует буржуа снобизм и элитизм он видит во мне настоящую женщину я уверен я пытаюсь спасти его или умереть стол я не думаю что это такая уж хорошая идея поедем со мной в тюрьму и выясним как спасти его мистер марштон вы настоящий друг друг этой земли мне об этом все говорят саверу кстати переводится как хранитель хорошо сохранитель или что такое а сохранитель да или что то такое или спаси а спаситель да что то я уже все запутался а там писали маздай маздай ну нет маст ну должен там пошли мы должны спешить погнали подожди а че ты пропустил да а че то там долго ехать щас привезут нас туда где мы должны пострелять это недалеко ты готов или что то вроде того а че мне прыгать надо будет с тележки что ли я не знаю о о о о скунс скунс лови еда 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 готов говорит присидио расположен на севере мы должны поспешить что то такое говорит там стене есть дыра и ты должен просунуть сюда че нибудь че нибудь ща мы просунем в дыру да и не она говорит забраться на самом деле ты должен туда найди путь вовнутрь короче если тебя заметят то они убьют тебя и изнасилуют его и убьют потом так что и все что ты схватился то ну он силами собирался вот ты сейчас попробуй подтянись отдышка будет а тут он тоже крадемся 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 а слушай может он ковриком притворился коврик на стене кто-нибудь подойдет похлопает так там снайперская винтовка отлично отлично где у нас снайперка вот она принт пускай подожди подожди может надо с какой-то последовательностью их всех убивать последовательность да правильно если нас если вас заметить то они убьют всех а я что-то не понял как прицел включить а подожди там же надо нажимать ты же сейчас включал прицел нет снайперский я наверное не ту снайперку выбрал как что мы сейчас возьмем снайпер рифу а почему вот она вот один патрон которая да да нет подожди да ты не ту вот же а вот она но только кого тебе надо убить тебе вероятно очень быстро их надо убивать бам ничего напрасно надо спрятаться хотя бы ну и убивай их быстрее вероятно ты тут без снайперских убивал а тут блин ты посиди посиди да ща посиди что-то у нас тут хаос творится блин что-то я понять не могу где еще а вон башка вот их троих палач есть я вижу а он четвертый палача я уже убил а как палач это выглядит а он стоял рядом с ним говорил ему что-то о давай идти перекатился в цирке надо было работать ну отлично прямо в темечках последний у меня через жопу наверное выскочило насквозь прошло так освободить рая ну иди где он кстати напролом пойдем напролом все ноги переломаем да я тебя спасу ай мои ноги спасайте меня и такой ползешь уже открытый перелом кости торчат колени такой подползает я не могу дотянуться и оба умерли не смог развязать как мило блин я не туда пошел нелепая смех называется спаситель вон он подожди я патроны соберу да че ты бегаешь зачем патроны да сейчас мне кажется как тени борду подлянка будет где надо очень много патронов и не хватает давай быстрее он должен где а его вон приезжали меня прислал луиза мы договорились встретиться у реки что-то говорит что говорит луиза девушка на которой вы женитесь о да такое заклятие любовь моей жизни он по-моему отца мне рад теперь скачи как ветер а не подожди давай иди там лошадь нас ждет мне кажется он вообще не знает кто такая луиза да или просто имени я не знаю или просто мы перепутали не до вас спасли какая-то лошадь в макете поднять о ща пожар будет ща пожар будет да ничего не будет но пожар блин он еще сам ехать не хочет инвалид прыгай так у него все ноги вон обоссаны нифига он запрыгнул да так ну все направляемся говорит что-то он говорит но я так и не понял отлично отлично вон там луиза а это этот говорит луиза прислала меня типа показать путь что ли типа голубь такой почтовый а у меня нос кажется все отлично всю серию чесался серия еще не закончилась ну почти так пуля так пролетела ух ты этого подстрелили кого чертяку который с нами что ли да не подожди он путь показывает или что тот чувак да а это не луиза ли не на тебе ухо и тебе как тебя зовут да джон марстон американец который работает на альенде я ни на кого не работаю я здесь только из-за того чтобы луиза попросила меня о помощи поскольку я думал что вы друг альенде я планировал выстрелить вам в спину ну постарайтесь не поддаваться искушению откуда вы знаете мою юную любовь Лауру луиза не так давно я спас ей жизнь но по крайней мере на некоторое время я не забуду этого товарища вы будете вознаграждены деньги женщины луиза если пожелаете так что там говорит про то что ты проведешь слишком много времени с десантой говорит очень смешно все совсем не так говорит я снова свободен я напишу об этом поэму он неадекватный какой-то кто этот да который спасли мне кажется все поэты в какой-то мере неадекватные откуда вы знаете Лауру Луизу Луару да какой-то там красивая луна нет посмотри не красивая отвернемся какая-то откусная подожди ты не туда скачешь не тот чувак ты куда-то не туда нас повел так это вообще не тот был ребят вот она я помню я Абрам мистер Маштон Линкольн о революция будет жить с вами да говорит верно Джон говорит да действительно вы как братни и мы людям нужен человек как вы чтобы помочь нашему делу мы раньше находимся в Агавьехе и позвольте мне сказать что мы будем вас ждать ну удачи вам но мне нужно найти двух людей чтобы я мог вернуться в Америку никаких проблем я помогу вам найти тех парней а вы взамен придете людей к свободе че-то там крикнула она че-то вроде да здравствуй Мексика все запел он варит весь в крови в кровище в говнище еще и танцует нереалистично вон об скалы бьется вода надеюсь они утонут а они же на плоту поплыть куда-то у них ходит туристическая поездка так ну все все завязываем да ребят отлично мы прошли